Давайте поговорим о том, что такое волны и фазы. Волна, вы все знаете, что это такое. У нее есть какая-то длина, это расстояние между ее повторениями, обозначается буквой лямбда. Есть какая-то частота, обозначается такой вот буквой. Да, представьте, что у вас две волны с одинаковой длиной волны и с одинаковой частотой. Так вот, если они выглядят вот таким образом, как синие волны, вот так, то говорится, что между ними нету сдвига по фазе. Тогда, когда у одной волны максимум, у второй волны максимум, когда у одной волны минимум, у второй волны минимум. Вы можете представить себе человечек, который шагает. Значит, он начинает шагать с правой ноги, и второй человечек тоже шагает, и он тоже как-то шагает. Но самое главное, когда они шагают рядом друг с другом, они всегда идут одной и той же ногой. Да, то есть, когда один идет правый, второй идет правый, когда один идет левый, второй идет левый. А вот между красными волнами существует сдвиг по фазе. И в данном случае, когда максимум одной волны попадает на минимум другой волны, этот сдвиг по фазе, давайте его обозначим буквой φ, равен 180 градусам или π. Да, то есть, сдвиг по фазе равен π. Это можно себе представить, что наши два человечка теперь в тот момент, когда один шагает правой, второй всегда шагает левой ногой. Да, и они идут как бы друг с другом. Один другой говорит, ты все время шагаешь другой ногой, в отличие от меня, он говорит, да, да, так и есть. Это значит, сдвиг по фазе равен π. Но есть другие сдвиги по фазе, когда у вас сдвиг по фазе равен не π, а чему-то между этим. Его чуть-чуть сложнее нарисовать, но главная идея, что максимум там попадает не на минимум, а где-то между. Где-то вот так, как-то так он будет идти. Но главная идея, да, понимаете, чуть-чуть сдвинута вбок, вправо или влево. Криво нарисовал. Попробую еще раз. Значит, как-то здесь будет не максимум, а здесь будет... Так, а нет. В общем, вы поняли. Это волна, которая сдвинута по отношению к другой волне на чуть-чуть. И здесь двиг по фазе равен, например, 90 градусов или π на 2. И видите, неважно, как волны приходят, максимум или минимум. Главное, как они двигаются относительно друг друга, да. И со светом такая штука, что здесь вот когда мы представляли человечка, можно представлять себе стрелочку, да, как будто бы часики, которые есть у волн. У одной волны здесь часики, когда у одной волны показывают вверх, у другой волны часики показывают вниз. Это значит, что между ними сдвиг по фазе 180 градусов, да. А вот здесь, в первом случае, когда у одной волны часики показывают вверх, у второй волны тоже часики показывают вверх. Когда у одной волны часики показывают вниз, у второй волны часики показывают вниз, да. То есть самое главное — некуда часики показывают, а то, как они относительно друг друга показывают. В этом главная идея есть двига по фазе. И если вы это поймёте, вы сможете понять, как одни траектори уничтожают друг друга, как другие друг друга усиливают, да, то есть волны световые, если их часики показывают одно и то же, да, или если их волны находятся, сдвиг по фазе между ними равен нулю, то есть нету сдвига по фазе, или если они двигаются и шагают все время с одной и той же ноги, то они будут усиливать друг друга, и там, где две траектории как-нибудь, вот свет шел так, и свет шел вот так, и они соединились, и вот сюда прилетели на экран, здесь свет всегда будет, потому что эти две волны усиливали друг друга, а в другом случае, если у вас, например, на тот же экран, в другом месте прилетают волны, у которых сдвиг по фазе 180 градусов, как в красном случае, да, то когда волны вот придут в эту точку, они смотрят, эй, послушай, ты шагаешь с правой ноги, я шагаю с левой ноги здесь, значит здесь не будет света, никакого света здесь не будет, траектории будут уничтожать как бы друг друга, и просто свет, здесь не будет света, ну такая главная идея.